Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 апреля. Вот вчера я стояла на том же самом месте и говорила, что апрель это тот месяц, когда можно увидеть и весну, и лето, и зиму. Вот зима к нам пришла. Видите, вся теплица, вся залеплена снегом. И если я сейчас помолчу, и вы прислушаетесь, вы можете услышать, как снег на теплицу падает, падает и падает. Вот эта вот шуршовень такая, шуршит, так неприятно. Видно, что заваливает нас снегом. Там вот внизу даже уже такой покров, видите, снег. О, снег падает. В теплице, конечно, облепленной, когда она облеплена снегом, видите, вот все снегом улеплено, сразу моментально понижается температура. Сейчас у меня здесь уже 11 градусов. То есть мы приближаемся к критической отметке. Я всегда говорила, что 10 градусов это уже, ну вот такой предел, ниже которого не стоит их оставлять в таком холоде. Зато те, кому было вчера жарко, расправили листики, и мне кажется, они даже в такой температуре лучше себя чувствуют, чем когда здесь было плюс 30. Вот там, вот там, вот вдалеке в углу у меня взрослые, большие стоят растения, и там они так хорошо прям расправились. Но сейчас будет у них другая, они из огня до в поломя. Вчера было сильно жарко, они скручивались. А сейчас меньше 10 начнет понижаться температура, они опять начнут скручиваться, как бы съеживаться, закручиваться листья. Что делать в таких случаях? Конечно, именно вот в такой, для таких форс-мажоров, когда, например, среди теплого апреля или даже среди теплого мая начинается такое похолодание, естественно, приходится включать электроподогрев. Я в данном случае буду включать вот эту вот. Ой, сейчас покажу вам. Как бы у меня здесь... Ну, короче, я до нее дойти не пойду, потому что тут надо далеко идти. Но я уже показывала вот этот электровентилятор, ветродуйка старинная, еще очень-очень первая, которая у меня есть про нее видео. Я включу и буду поддерживать, чтобы хотя бы не опускалась ниже 10. Конечно, нагревать всю вот эту огромную теплицу до той температуры, до 15, до 18, 20 градусов, как им нравится, как им будет комфортно, я не смогу, потому что объем теплицы вот этот очень большой, она у нас высокая, под самый козырек дома. И занести в дом все вот эти вот саженцы уже невозможно. Видите, они на нижнем ярусе стоят и на верхнем. Места в доме для них уже нет. Так что будем как-то вот эти 2-3 дня крепиться, выживать. Буду периодически выходить, включать и смотреть за понижение температуры. Сейчас до термометра дойду хотя бы. Вот видите, вот он термометр, вот 10 и там 1 или 2, ну 11-12. Вот это уже критическая температура, когда уже ниже этой, я, конечно, не буду их, ну как это, испытания им делать. Пришлось сегодня занести даже те вот, которые были, ну там в огородной, в далекой теплице. На закаливание, как я вчера рассказывала, никаких закаливаний, сегодня все я отменила. Всех сюда притащили. Все, будем ждать, когда будет тепло. Вот это самое такое, я вчера уже про это говорила, видите, все снегом залепилось. Самое такое тревожное время, когда рассада уже большая, уже почти готовая, но наступает холод и не знаешь, куда с ней деться. Ну еще ни одно, ой, ни одно растение не пострадало, я надеюсь, я их сохраню, если будет сильно холодно. Принесу, прям поставлю на свою кровать, сама буду стоять рядом, а они будут ночевать у меня в кровати. Все, до свидания, с вами Ольга Чернова. Даже если засыпал вас снег, даже если холодно, все равно надейтесь на лучшее и приложите все усилия, чтобы сохранить свои растения. Вот у меня, видите, на второй ряд никогда мы не наставляли. Сейчас их уже так много, что и на втором ряду некоторые стоят вот здесь. Все равно здесь лучше, чем на улице давить крошки.